Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира. Владимир Путин на неделе стал человеком года. По масштабу деятельности Путин-политик из своих предшественников 20 века сопоставим лишь со Сталином. Россия вышла на первое место по числу политических убийств. Россия на первом месте в мире по количеству разводов. Россия оказалась на первом месте по убийствам среди молодежи. Лидерство России в этом черном рейтинге ученые объясняют не только общим ростом преступности, но и отсутствием в государстве нормальной молодежной политики. Это антинародная позиция. Я же не говорю, не патриотичная. В дорожных транспортных происшествиях в России ежегодно погибает вдвое больше людей, чем в других развитых странах. Денег много, у нас нет мощностей для того, чтобы все реализовать надорожное строительство. Наша страна по статистике именно детских суицидов занимает первое место в Европе. Демократия. Только за последние три года самоубийство совершило полторы тысячи детей. 1292 ребенка погибло от рук убийц. Строительство, справедливости, социальная политика для России. В нашей стране из-за болезней, связанных с курением, ежегодно умирает 400 тысяч человек. Но хочу вам сказать, что мы ничего не провоцируем к ухудшению. Россия занимает первое место в мире по потреблению героина. Только по официальной статистике, ежегодно от наркотиков в нашей стране умирает до 40 тысяч человек. Ответственность за выработку единого курса в этом направлении должно принять на себя мировое сообщество в целом, а не отдельное государство. В последнем данном в России около 20% населения находится за чертой бедности. И что это значит? Снова карточная система, еда по талонам. Очень важно, чтобы люди понимали, каковы их перспективы. В селении России губят водка, курение, наркотики и аборты. И счет уже идет, да, отличное начало. И счет уже идет на миллионы. Первое место среди явных причин смертности, это, конечно же, алкоголь. 50 тысяч человек в год уходят из жизни просто от передозировки спиртного. Второе и третье места за убийствами и самоубийствами. Водка здесь, кстати, тоже помогает по 40 тысяч смертей в год. На четвертом месте наркотики, 30 тысяч прерванных жизней. На пятом дороге еще 24 тысячи смертей в ДТП. Сигарета не убивает, но зато расшатывает здоровье. Здесь цифра может достигать 300 тысяч человек. Самый же невидимый враг – демография аборты. Прервается каждая вторая беременность, а это миллион так и начавшихся жизней ежегодно. Это глобальная игра в долгую. 200 человек в день или 70 тысяч в год. Страшная статистика без вести пропавших в России. Это данные МВД. В розыске 120 тысяч человек. Получается, что каждый год в никуда уходит население целого города. На протяжении 30 лет 90% населения Земли составляли рейтинг счастья. Россия в нем, не поверите, находится рядом с Нигерией и Ираком. В целом это правильный тренд. И нам, безусловно, нужно идти по этому пути. Россия установила рекорд по неравенству доходов населения. Другими словами, разница между самыми бедными и самыми богатыми у нас чуть ли не самая большая в мире. Мы хотим жить. Мы хотим жить хорошо. Безумие какое-то. Люди должны жить на 5000 рублей, коррекции, в месяц. Это абсолютно то ли. Россия вышла на скорбное первое место в мире по количеству погибших в авиакатастрофах за этот год. 119 человек, 8 самолетов. И обратим внимание, что еще ни одно расследование, начиная с происшествия в Сургуте, 1 января, не было доведено до конца. Ничего подобного себе не может позволить, да и не потянет ни один ныне здравствующий мировой лидер. Ежегодно из России, страны СНГ и Центральной Европы, только в Соединенные Штаты вывозятся до 50 тысяч женщин и девочек. Их заставляют заниматься проституцией и принуждают к рамскому труду. Россия занимает первое место среди поставщиков секс-рабов. Портрет Путина с подписью «Человек года». Россия стала лидером в Европе по числу убийств среди молодежи. А президент у нас хороший, мы не выдадим его. Семерых в могилу гоним за него за одного. Просто так. Был гражданин и нет его. Число людей, ибнущих из-за пьяных аварий, пожаров, драк, убийств, приближается к миллиону человек ежегодно. То есть с карты России из-за алкоголя каждый год исчезает такой, к примеру, город, как Казань. Бросать в тупку развития миллиона людей. На днях появилась общественная петиция с требованием, чтобы свою Нобелевскую премию мира президент Обама передал Путину. Три миллиона россиян страдают от алкоголизма, и больше миллиона из них скрывают свой недуг. Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. В целом ситуация по-прежнему близка к катастрофе. Наш успех. По отчетам ООН, Россия уже в первой пятерке стран по уровню детской агрессии. Да прибудет с нами силы. Российская еда в тройке лидеров по росту мировых цен. Если дальше будем так работать, то уверен, что Россия сможет занять свое достойное место и как экспортер продовольствия. Новый Путин собирает элиту, власть, бизнес, общество в единое целое войне страны. Фактически это еще один шаг Путина, нацеленный на создание национально ориентированной элиты. Это криминальный вывоз капитала, и в этом смысле мы активно работаем внутри страны и с нашими партнерами за границей. Идеальная дружба всегда взаимна. Победить коррупцию в России невозможно. Такое признание сделал Дмитрий Камедбетев в интервью газете «Бедоности». Мы же все воруем. Вот это, знаете, вроде как традиция. По уровню школьной грамотности Россия сейчас занимает 43-е место в мире. Это из 65 возможных. Чем больше его плескают всякой паруси, в том числе и детской паранаграфии, жестокости, еще чего-то, тем больше это привлекает внимание, тем дороже стоит там реклама. Это было даже не выступление, а набор бредовых измышлений, носивших не просто антироссийский, а русофобский и антиправославный характер. Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира. Его ежегодно публикует американский журнал «Форбс». Российский лидер опередил президента США Барака Обама, председателя КНР Си Цзиньпиня, канцлера Германии Ангелу Меркель и папу римского Франциска. Мы самые крутые здесь. У нас за последние годы объем аварийного и ветку жилья вырос почти пять раз. Горожан, которые живут в разваливающихся домах, не могут принять ванну или сходить в туалет, да еще и платят по завышенным тарифам. Здесь туалет вообще достойно. А вы за содержание туалет и ванной платите? Ну, так видно. Так оно и будет оставаться во все последующие времена. 90% россиян довольны своим жильем. Такое, ну, прямо скажем, удивительное заявление сделал Росстат. В зоне БАМа живут люди со времен строительства БАМа, оставшиеся практически без жилья и проживающие во временном жилище, которое даже жилищем официально не считается. Их даже невозможно поставить на очередь в связи с тем, что они в ветхих жилых помещениях проживают. Потому что это не жилье формально-юридически. Я вижу сердечки. Я вас тоже очень люблю. Близок закат политической карьеры этого человека, чье психическое состояние требует профессиональной оценки. Сегодня в нашей стране около миллиона детей, которые несчастны с самого рождения. Это беспризорники. Официально считается, что в России сейчас проживает 260 тысяч детей-сирот, около 1500 детских домов. Неофициально не менее 700 тысяч сирот, больше, чем после Великой Отечественной. Вот так вот ставится коробка. Вот так вот мы его закрываем. Вот так вот сверху закрываем. Что-нибудь ложим наверх, и он там спит, вон, в той дырке. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok